Значит, современное математическое представление закона Глентона выглядит в следующем образом. И возникает вопрос, а можно ли через парные взаимодействия, описанные законом Глентона, описать гравитационное взаимодействие в системе Энкти? Искать ответ на этот вопрос логично, исследуя движение спутников, планет и их спутников. Вот на слайде 3 приведены расчеты для ускорения силы тяготения некоторых спутников к планетам и к Солнцу. Мы видим, что для Луны ускорение силы тяготения более чем в 2 раза превосходит ускорение силы тяготения на Земле. А для некоторых спутников Юпитера орбита устроена так, что часть времени проводит силы тяготения Солнца, а часть силы тяготения планеты. Внешние спутники Юпитера были открыты лишь в 20 веке, а парадокс Луны Мьетон разрешил в следующем уровне. Общий центр тяжести Земли и Луны движется по эллипсу вокруг Солнца, находящемуся в его фокусе, и описывает проводимые к нему радиусы, радиусы площади, провокциональное время. Земля уже вращается вокруг этого центра тяжести месячными движениями. Но эта гипотеза противоречит астрономическому людей. Рассмотрим рисунок на слайде 4. На нем буквой Е обозначен центр Земли, буквой М – центр Луны. Значит, ББ-штрих – это ось собственного вращения Земли. Земли АА – ось, проходящая через центр МАС – стену Земли Луна, а С – произвольная точка на поверхности Земли. Характер движения Луны по небесной сфере, прежде всего, время нахождения Луны на длинней горизонтах, определяется углом Б-ЕМА, Б-ЕС. Скоростью вращения Земли вокруг собственной оси и углом между осью вращения Земли и радиус вектором гуне относительно Земли. То есть углом Б-штрих и Е-Т. Положение оси собственного вращения Земли в пространстве является аффиксированным, как следствие закона сохранения момента приличного вращательного времени. Когда Земля обращается вокруг Солнца, угол между радиус вектором Земли относительно Солнца и осью вращения Земли постоянно меняется. И как следствие меняется долготорнее. Если исходить из того, что Луна и Земля обращаются вокруг общего центра масс, то есть вокруг оси А-А-штрих, то угол Б-штрих, Е-М должен быть фиксирован, а следовательно и долгота Луна и дня должна быть одинаковой для каждой терапии в течение всего времени. Но на самом деле это не так, и в этом каждый может убедиться на собственном месте. Время восхода из этого Луны постоянно меняется. То есть предположение Ньютона было неверно. С общетеррористических позиций выкорректность рассуждения Ньютона была в том, что он понятен центра тяжести для системы тел, связанных вещественно перенес на систему тел, связанных с ревротационным тоннодействием. Как показывает данная странность наблюдений, ось в такой системе обладает определенными отличиями. И тем не менее, с астерической точки зрения, Ньютон, отбросивший парадокс, не был прав. Англия Куанкаре приписывает фразу о том, что если бы инструменты Тихобрада, построившего таблицы наблюдения, использованные Кеплером, были в 10 раз точнее, то мы никогда не имели бы ни Кеплера, ни Ньютона, ни Астрона. Для ученого очень важно уметь в мурахе фактов уделить главным, когда появляется научный закон. В противном случае мы останавливаемся на стадии феноменологии. Естественно, что на основе закона Ньютона сложно было построить физическую модель движения в мире. И на протяжении всех последующих лет различные ученые занимались модификацией университетов. Например, Леонид Тейлер принимал силу действующего на тело, такой, как указано в уравнении 2, и искал различные виды функций R, которые мы в настоящее время называем возмещающими. Но исследования Тейлера оказались безуспешными. Персимул Лаплас, исследуя движение комет, ввел понятие сферы действия, как области пространства, в которой планета выполняет роль центрального тела, сообщая о комете ускорения силы тяготения. Для размещающей функции Солнца и Луги было выведено уравнение 6. Но создать с использованием этого уравнения, к сожалению, удовлетворительную модель движения Луны также не удалось. Существует еще понятие сферы Хилла, как область пространства, в которой планета способна удерживать спутник, несмотря на протяжение звезды. Сферы Хилла располагаются между точками Лагранжа, или 1 или 2. Ну а точки Лагранжа, в свою очередь, это были введены для системы двух тел, обращающихся вокруг общего центра массы. Этим точкам Лагранж приписывал то свойство, что если в них поместить некое тело бесконечно малой массы, то оно будет неподвижно. Ну, понятно, что эти рассуждения и расчеты непригодны для построения модели орбитального движения. В связи с развитием, в связи с освоением космического пространства, полоземного, возникла необходимость в точных расчетах треоперационного поля вблизи Земли. Для этого были использованы различные итерационные модели. Вот, например, уравнение 7 показывает одну из таких полиномиальных моделей. Понятно, что они строятся уже на основании каких-то экспериментальных данных по увеличению гравитации. Таким образом, получилось, что проблема решения гравитационной задачи трех тел осталась актуальной и в 20 мм. Я сверил поиск решения этой задачи к поиску уравнения гравитационного взаимодействия между Луной и Землей, которое позволило получить устойчивую орбиту Луны при учете воздействия на Луну с стороны Солнца. Но прежде чем приступить к этим исследованиям, нужно было создать удобную модель орбитального движения. И в ее основу было положено, во-первых, представление эллиптического движения как суперпозиции кругового и радиального движения. Во-вторых, закон Боррелли для кругового движения, устанавливающий равенство тела тяготения и центра движения. Ну и в-третьих, второй закон Кептера, который со временем преобразовался в закон сохранения момента и количества движения, если на тело действуют только центральные силы. Если равенство между силой тяготения и центробежной силой нарушается, то на тело начинает действовать радиальное ускорение, и орбита становится эллиптической или параболической. Радиальное ускорение определяет движение тела вдоль оси радиус-вектора. Значит, да именно. Дает какую-то скорость. Это движение приводит к изменению радиуса орбиты, но изменение радиуса приводит к изменению круговой скорости. Таким образом, задав определенные конкретные параметры движения тела в какой-то момент времени, мы можем рассчитать его орбиту на любом временном интервале, при условии, конечно, что если мы знаем, как со временем изменяется сила тяготения. Итак, воспользовавшись изложенной высшей моделью, я начал численные эксперименты и учил, что устойчивая работа Луны мы можем рассчитать в том случае, если сила тяготения Луны в Земле описывается по равнению 15. В этом уравнении первый член – это, собственно, уравнение по закону Ньютона, а второй член – это возмущающая функция. Если мы сравним ее с возмущающей функцией, предложенной Лапласом, то увидим следующее различие. У него в знаменателе был куб расстояние между Солнцем и планетой, а у меня между Солнцем и третьим телом. Угловое расстояние у меня учитывается как косинус угла между векторами МС и МЕ, а у Лапласа было более сложное выражение. Я думаю, что если бы Лаплас опирался на движение комет, а на более точно описанное движение Луны, то он наверняка получил тот же самый результат. Но чтобы построить модель орбитального движения Луны, недостаточно знать сильно тяготиме. Лунная орбита имеет наклон к плоскости орбиты Земли, и причем положение плоскости лунной орбиты все время меняется в пространстве. Так что линия узлов, линия пересечения плоскости лунной орбиты и плоскости репликтики совершает полный оборот за 18,61 фотоюли. Детальное объяснение этого явления в литературе отсутствует. Видимо, оно связано с гироскопическим эффектом. Для вычисления этого эффекта мною было предложено в следующем уровне. для расчета изменения положения линии узлов, изменения личной лунной орбиты. И с использованием вот этих двух уровней мне удалось рассчитать эфемилиды в лину и сопоставить их с данными лунного календаря. Как видно, из таблицы ошибка вычислений фазы Луны в течение первых двух лет расчетов не превышает 6 градусов. Затем она начинает увеличиться ввиду отставания модели от реального движения Луны. Но за весь период расчетов средняя расчетная скорость движения Луны отличается от реальной всего же 0,2%. Ошибка вычислений скорости смещения линии узлов за тот же период составила 2.50. Вероятно, с этим связана ошибка вычислений фазы. Наибольшее расхождение с данными астрономического календаря оказывается в случае вычисления дат наступления апогея и триггия, достигающих даже 4 суток. Можно вполне определенно сказать, что ежели бы у меня была такая ошибка, то ошибка вычислений фаз была бы значительно больше. Так что здесь можно отнести расхождение в определенной степени и на счет астрономической модели. Еще одной вероятной причиной неполной адекватности данной модели является игнорирование влияния Солнца на направление силы тяготения. Известно, что это ведет к изменению направления ускорения силы тяжести у поверхности Земли. Логично предположить, что аналогичный эффект должен быть место и приводить действие между небесными телами, но он пока не следует. Тем не менее, можно говорить о том, что модель дает устойчивую орбиту и позволяет получить относительно удовлетворительные результаты при вычислении ее эфемерит, по крайней мере на определенном отрезке Юпитера. Аналогичные расчеты были приведены и для внешних спутников Юпитера. Данные спутники имеют обратное по отношению к остальным спутникам направление движения. Их орбиты, как было показано на слайде три, частично выходят за границу сферы тяготения Юпитера, вычисляемые с помощью уравнения методов. Но расчет эфемерит для этих спутников невозможен, потому что отсутствуют достаточно детальные данные описывающие движения. вот на слайде 12 показаны расчеты выполненные для спутника Карм. А именно здесь у нас угловая скорость текущая и средняя. Видно, что если я взял какую-то может быть произвольную начальную скорость, то затем по мере расчетов она вошла в определенные границы. с одной стороны определенные границы колебаний, а с другой стороны средняя угловая скорость уже перестала изменяться. Значит, на слайде 13 приведены величины радиуса в точках апсид и изменения эксцентриситета для Карма. Здесь тоже мы видим, что несмотря на очень большую ассоциацию эти изменения находятся на определенных рахах. Больше данных мне удалось собрать для другого спутника Регипитера Ананхо. Вот здесь приведены литературные данные из пяти источников. И как видите, они между собой очень сильно различаются. это неудивительно, потому что это осредненные данные, они зависит от периода осреднения, того, что было взято за основу. Поскольку орбита очень сильно изменчивая, эти данные сильно различаются. Я для своих расчетов взял следующее значение орбитальных параметров и по результатам расчетов длившихся 25 тысяч суток получил и увеличил. Как мы видим, они вполне укладываются в диапазон литературных данных. Еще одной проблемой, исследованной с использованием подписанной мыши модели, был захват землей внешнего небесного тела. Она интересна не только специалистам в области астрономии небесной механики, но и широким слоям населения, имея в виду возможные последствия такой встречи. В данном случае было исследовано влияние параметров днижения небесного тела в момент его входа в сферу тяготения земли на траекторе дальнейшего движения. Вот у нас скорость небесного тела земно-солнца, мы пересчитываем ее относительно земли и затем разлагаем на круговую и радиальную составляющую. Ну а потом расчет по приведенному выше алгоритму. Проведенные расчеты показали что небесное тело оказавшись на границе сферы тяготения земли не может стать ее скупником. В зависимости от начальных параметров движения оно или упадет на землю или покинет ее орбиту. И эти результаты согласуются с тем фактом что земля имеет лишь один скупник который очевидно не залетел из космоса но имеет с землей общее происхождение. На слайде 16 показан один из результатов расчета. Вот здесь небесное тело оказывается на границе сферы тяготения земли. Вначале оно движется вдоль затем поскольку в зависимости от положения действительности величина силы тяготения постоянно обменяется затем силы тяготения увеличивается тело устремляется к земле начинается почти вертикальное падение и дальше нас ждут точки в перецентре радиальная скорость увеличивается и тело увлекает за пределы сверетелетей как мы видим здесь орбита у тела получается не эллиптическая а параболическая поэтому оно и не становится спутником почему тело не может перейти на эллиптическую орбиту но в общем-то этот вопрос я не рассматриваю посмотрим теперь задачи четырех тел луна и солнце оказывают влияние на величину и направление вектора ускорения свободного падения поверхности земли данное явление носит название приливных гравитационных объектов его можно объяснить тем что действия силы тяготения со стороны внешнего небесного тела оно различное по отношению к центру земли и по отношению к точке двух коллег при этом действие небесного тела мы можем разложить на вертикальную и горизонтальную составляющую исходя составляющую влияет на абсолютную величину а горизонтальную на направление направление значит изменение направления обозначает букву Пси и оно равно отношению вот этой горизонтальной составляющей к абсолютному значению ускорения его ярости поверхности если мы проведем расчеты для величины Пси вот скажем на широте 30 градусов где-нибудь осеннего действия на лаву получается вот такая красивая красивая графика красная здесь влияние луны значит синее влияние солнца а зеленое это суммарный эффект но на практике какую красивую картинку получить не удается потому что вот эти приливные гравитационные эффекты они маскируются различными сейсмическими явлениями вот на слайде 19 представлены результаты экспериментального изменения угла наклона от веса выполнены выполнены на сейсмической станции Талгар решения в 1968 год значит чтобы из подобных результатов наблюдений выделить эффект осознания луны и солнца используют германические анализы естественно точность таких данных не очень велика тем не менее значит многолетние экспериментальные исследования которые проводились в разных странах мира на десятках лабораторий они показали что отношение пси экспериментального к теоретическому составляет 0,67 эти расхождения между теорией и экспериментом позволили предположить что их причиной является растяжение земной коры под влиянием луны и солнца и что приливы происходят не только в океане но и в твердой оболочке земли впоследствии эти предположения оформились в теорию круги деформации которая по мнению некоторых ученых полностью согласуется к тренингатами измерения если мы распространим подход использованный для модели орбитального движения для расчетов ускорения силой тяжести поверхности земли то мы получим следующее уравнение 20 это уравнение для абсолютной величины силы тяготения поверхности земли 5 это собственно составляющая связанная с законом Мелькона а это у нас то что мы называем тренингом гравитационной эффекта уравнение 21 описывает значит величину горизонтальной составляющей тренингом гравитационной эффекта здесь я ввел синусы то есть если абсолютную величину мы рассчитываем исходя из нормальной составляющей то для отклонения мы берем тренинг составляющей и оказалось что величина пси рассчитанная с использованием уравнения 21 относится к величине пси рассчитанной с помощью уравнения 18 как 0 с 6800 а именно полностью почти полностью совпадает с экспериментальным значением таким образом если мы будем пользоваться вот этими уравнениями 20 и 21 то нам уже не нужно пользоваться теорией о теории в путь деформации Земли и уже предположение о том что приемные деформации Луны приведут к ее разрушению уже тоже может казаться нам абсолютно контактическим в 1958 году началось освоение Луны определение границ сферы тяготения Луны или сферы ее действия определения Лапаса имеет ключевое значение при проектировании перелетной орбиты так как на ней происходит смена небесного тела которое является для космического аппарата центральным и вместе с тем происходит изменение уголовного момента движения но однако уравнение Лапаса не было использовано очевидно из-за неточности в расчете устроения силы тяготения более точные результаты могут быть получены путем введения уравнения ньютона размещающей функции и такие модели были сделаны первая была разработана советским ученым Акимом еще в 1966 году а в 1984 году насчитывалось уже 33 различных модели революционного пудра но надо отметить что все эти модели являются однотипными и аппроксимационными новые модели появляются при появлении новой данной и все они составляются или составлены на основе изучения движения искусственных спутников планы то есть на достаточно близком расстоянии от ее поверхности таким образом вопрос гравитационных о границе сферы тяготения Луны ни в одной работе не рассматривается ответ на подобный вопрос мы уже искали при рассматривании задачи как пата Земли внешних небесных земля в данном случае граница между сферами тяготения Луны должна проходить на расстоянии определяемых соотношениями между радиусом масса Луны радиусу лунопробная точка и здесь масса Луны отношение к кубу радиуса пробная точка Земли то есть какая величина будет больше значит в той сфере тяготения и окажется космический объект ну а величину ускорения силы тяготения мы должны рассчитывать по уравнению аналогичному уравнению результаты расчета представлены следующим словам вот здесь граница сферы тяготения Луны в зависимости от того находятся именно в перигеи или в апогеи величина сферы тяготения Луны получилась порядка от 86 до 99 тысяч Луны значит если сравнивать сферу тяготения рассчитанную сферу действия пола классу то в том случае это элипсоид вращения но если у лакласа значит Луна находится в центре этого элипсоида то у меня она находится в опусе значит соотношение радиусов между сферой действия сферы тяготения меняется от 0 8 когда у нас пробная точка находится в соединении с землей до 0 5 когда пробная точка находится на позиции к земле ну и на этом рисунке показано как меняется устремляющая сила тяготения на границе сферы действия то есть она не сходит до нуля ну и на значение она принимает лишь при определенных углах так она значит имеет определенные маленькие но тем не менее конечные значения попробуем теперь подвести некую теоретическую базу вот то что оно было сделано во первых дополнение к закону нервного тяготения в системе тел тело 1 будет тяготеть тело 2 если выполняется следующее соотношение а именно это соотношение для между массой и расстояние и м2 будет больше чем любого другого тела при этом значит всего тяготения описывается в мире в городском нужно отметить что если n у нас равно 2 то уравнение 25 превращается в уравнение n то есть уравнение ньютона является частым случаем уравнения 20 значит в современной теории гравитации есть такое понятие гравитационный потенциал тела массы M большое которое равен работе необходимый для того чтобы тело с массой малое удалить находящееся на расстоянии R тело с массой большое удалить и бесконечно большое расстеление уравнение 26 когда ускорение силы тяготения равна минус градиенту от гравитационного потенциала надо сказать что если гравитационный потенциал у нас скаляр то здесь уже у нас получается режим как вектор то есть в принципе уравнение 1 это тоже скалярное уравнение а векторную формула она приобретает только при этом если мы имеем систему N то значит вот у нас будет суммарный гравитационный потенциал и суммарное гардиет но как нам определить куда направлен этот суммарный гардиет гравитационный потенциал а для этого как известно мы должны найти дивергенцию еще раз продиференциал вот на рисунке 27 показана величина дивергенции напряженности гравитационного поля на линии солнце земля здесь мы видим экстремум вот и стало быть левая часть это это будет сфера тяготения солнца а правая часть это будет сфера тяготения земля как теперь нам вернуться чтобы вернуться нам под дивергенцией g при самой величине g нам нужно естественно провести обратный процесс то есть интегрирование но интегрировать мы должны не по всему бесконечному пространству а лишь в той области по тому объему который ограничен радиусом между телом 1 и телом 2 и в результате вот мы получаем данное уравнение ну которое я назвал обобщенным уравнением гравитационного землянства ну и еще одно замечание в конце значит как следует из ниже изложенного есть сила F20 F12 но силы F21 не существует значит логичную ситуацию мы наблюдаем в случае магнитного взаимодействия сила с которой проводник 1 действует на проводник 2 не равна силе с которой проводник 2 действует на то есть мы здесь видим противоречие третьему закону о том что сила действия равна силе противодействия но я не беру под сомнение справедливость третьего закона рассматривая и магнитные и гравитационные взаимодействия мы игнорируем среду посредством которой передается взаимодействие передается воздействие одного тела к другому то есть чтобы проверить справедливость третьего закона метода мы должны найти силу с которой каждая из тел действует на среду и силу с которой среда действует на рассматриваем но подобный анализ дела будущего окажут придется ограничить соуравнением которое содержит непосредственно измеряемые личности как было показано оно вполне удовлетворительно описано все известные объявления связанные с гравитационным взаимодействием спасибо за внимание спасибо Николай Владимирович за доклад так если как всегда есть вопросы вы как всегда можете вопросы эти задавать если какие-то возникают если не возникает то я небольшой сделаю где-то можно еще раз где-то слайд и на предыдущем по моему слайде можете леснуть пожалуйста вот я по поводу сферы я не до конца честно говоря понял почему мы силы сумму берем по по и я так понимаю n в данном случае это только будет 1 2 5 да только те которые входят вот в этот радиус ну между 1 и 2 ну вы сказали что надо учитывать только те которые вот в окружности находятся или что-то где-то здесь суммирование будет по всем шести да суммирование по всем шести но в области пространства то есть тут ведь чем тут дело значит вот у нас дивергенция суммарно от всех тем но интегрирование мы должны вести только в той области пространства которые ограничивают этим радиусом 1 2 но здесь у нас не интеграл здесь у нас сумма это я привел для того чтобы пытаться мне самому вот это уравнение которое я получил я получил его экспериментально на компьютере моделировал так сяк у меня получилось вот это уравнение и как понять почему здесь R12 да я вот для себя прежде всего пытаюсь понять почему R12 вот таким образом я могу это дело как-то объяснить здесь идет как множитель для всех вот для всех вот этих произведений да вот для всех этих произведений потом у нас получается вот этот R12 с чем это вот я такое объясню но и неправильно хорошо я понял так ни у кого вопросов там не появилось тогда я еще раз позвоню или нет никого не появилось есть вопрос так хорошо тогда я потом продолжу вам слово спасибо за доклад очень интересный вот получается даже несколько вопросов вопрос первый как-нибудь в рамках вашей концепции получилось объяснить почему все-таки все планеты в плоскости движутся вокруг солнца то есть эффект фокусировки как-нибудь он виден из этих форм я как-то пытался составить какую-то систему уравнений да и найти объяснение почему она действительно вот этот диск сключивается почему но как-то моя ошибка оказалась безусловной или может быть я не привел достаточно упорства но эту задачу не рассматриваю то есть тут вот где раньше проходила так понимаю очно конференция это же институт гражданской авиации в Санкт-Петербурге там у вас работает физик Сипаров Сергей я не знаю знаете ли его нет у него есть интеллект сидел так что я даже с ним на одной кафедре работаю да у него же есть работы где он пытается значит внести поправку в метрический тензор за счет то есть именно как не пространственную а скоростную и вроде якобы он вот эту фокусировку получил из этих уравнений ну условно говоря то что вы вот просуммировали можно это немножко по-другому уже как вот потенциал если изобразить формирование потенциала в пространстве ну то есть вот как вы изобразили в виде дивергенции как соответственно как некую топологию пространства ну то что собственно Эйнштейн дел и ввел этот метрический тензор вот и в этом уже в этих в этих уже ямах движутся условно говоря планеты то есть в каждой точке каждая планета формирует некий потенциал ну и спутники естественно все формируют и в суммарном таком потенциале мы движемся грубо говоря вот такая изрытая ямами некая поверхность и он ввел в этот метрический то есть он сделал зависимость что не только прямое взаимодействие ньютоновское влияет на взаимодействие между телами но еще и такой параметр есть как скорость на самом деле это он не первый сделал там это как называется теория геометродинамика по-моему где зависимости от скоростей делает ну в общем вот он он правда в рамках галактики это вроде как получил то есть именно про солнечную систему вот эту про фокусировку то есть галактики же тоже в виде блюдец мы наблюдаем в основной массе сферических очень мало галактик вот и вроде как у него получилась вот эта фокусировка в блюдце а еще я слушал Черцова это тоже же питерский физик я не помню правда из какого он института вот он считает вот эта вот фокусировка по причине спинного условно говоря взаимодействия то есть имеется ввиду что у каждой планеты есть собственный момент вращения и соответственно эти моменты вращения учет их они приводят к этой фокусировке может прокомментировать прокомментировать как там нет во первых что такое спинное взаимодействие имеется ввиду что на вращающийся объект людей которые не очень хорошо разбираются в квантовой камере я в данном случае просто как гравитации привлекать что-то подобное вообще то есть потенциал от других планет на конкретный объект воздействие этого потенциала будет одинаковое как вы считаете на вращающийся объект и не вращающий то есть они будут одинаково двигаться их траектория движения будет одинакова я не знаю как это будет я это дело не рассматривал видите у меня вот суммарный потенциал он как сумма потенциала то есть я не рассматривал не только движение но я не рассматривал и как будет влиять один потенциал на другой может ли он влиять может быть но это все величины я думаю даже не второго третьего порядка потому что без учета вот этих эффектов мы получаем достаточно точные результаты ошибка где-то не превышает один на 10 минус треть без учета так что этот учет может быть что-то как его выявить понимаете выявить очень сложно потому что опять-таки короче был доклад астрономы говорят о своих высоких точностях там приходится 10 минус 6 7 8 на мой взгляд насколько я проверял примитивных расчетов то есть брал данные астрономов их эфемериды сравнивал между собой и самая лучшая сходимость 1 на 10 минус 6 и я не думаю что именно на таком уровне 1 минус 6 могут быть выявлены подобные эффекты а именно влияние гравитационного потенциала одного тела на гравитационный потенциал другого тела влияние движения тела на его гравитационный потенциал ну пока мы не знаем что такое гравитация как сказал Ньютон ну так вот Бог сделал и все понятно спасибо спасибо так Николай Иванович по-моему вы хотели что-то сказать да да можете говорить значит доклад спасибо значит докладчику а вы не пробовали вместо векторов которых нет в реальности рассмотреть взаимодействие Земли и Луны через объем конусов объем телесных углов конусов взаимовидения значит Земля вращается и суммарное количество вещества в объеме конуса который видит Земля будет меняться потому что средняя плотность при вращении Земли в объеме конуса взаимовидения будет меняться спасибо а что значит вектор не существует вектор это некое математическое понятие это отрезок который имеет направление вот все вот это у нас вектор я же рассматриваю вектор не как какой-то физический объект а вектор как математическое понятие а что касается этих предложений векторов нет реальности всегда телесный угол в реальности в реальности что такое реальность то что мы видим что мы слышим то мы осязаем обоняем а вектор это математическая величина оно используется для описания каких-то реальных объектов вот и все это не есть правильно может быть это не есть правильно но это уже другое это философский вопрос что касается вашего уже нет я же вас спросил вы не пробовали рассмотрим мы уже здесь если пойдем по вашему пути то это уже будет как бы поиск возможных механизмов передачи гравитационного взаимодействия поиск природы гравитационного взаимодействия я здесь этого не касаюсь я лишь пытался найти уравнение которое лучше чем уравнение нефона описывает вот результаты взаимодействия между телами которые находят свое выражение прежде всего в армитальном людей украинцами украинцами за украинцами